Каждую среду в студии телеканала Самарегис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Сколько зарабатывает водитель муниципального предприятия городского округа Самара трамвайно-троллейбусное управление? Какие льготы положены сотрудникам ТТУ? Где в Самаре можно получить профессию водителя трамвая и троллейбуса? В нашей студии Михаил Ефремов, директор муниципального предприятия городского округа Самара трамвайно-троллейбусное управление. Михаил Александрович, здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии. Ян, добрый день. Ну и давайте, знаете, начнем с чего. Насколько я знаю, в прошлом году в Самаре была индексирована заработная плата водителей трамваев, троллейбусов и, кстати, кондукторов тоже, насколько я знаю, на 20%. Вот сейчас, если на чистоту, вот при хорошем отношении к делу, то есть, будучи надежным сотрудником, однозначно трезвым, то есть, никаких к тебе нареканий, никаких претензий, вот все делать качественно, хорошо, аккуратно и так далее, вот сколько может зарабатывать сейчас сотрудник, водитель и кондуктор? Ян, вы знаете, как везде это бывает, неважно там какое там предприятие, муниципальное или частное, если человек ответственно подходит к своему делу, приходит на работу вовремя, добросовестно выполняет свои обязанности. Ну, в нашем случае, это, конечно, там не допускать ДТП, каких-то там других нарушений связано. Конечно, у нас есть там и исключительные случаи, когда водитель, конечно, у них есть большой стаж работы, там получают и 80, и 90, и 100 тысяч доходят. Ну, понятно, что у них и стаж там, еще раз повторюсь, там более 20 лет. Но если мы говорим про среднестатистического работника, который там сравнительно недавно работал, то вот мы делали анализ, то на сегодняшний момент средняя зарплата водителя там трамваи, троллейбуса варьируется в районе 64-67 тысяч рублей. Понятно, что к этому нужно прийти. В прошлом году индексацию, которую мы преследовали, мы хотели привлечь наших молодых водителей, которые только что окончили водительский, окончили наш учебный центр для того, чтобы им поднять зарплату. Поэтому вот эта вот прибавка 20% выходит так, что люди, которые у нас на сегодняшний момент закончили, просто-то закончил, отработал один месяц без премии, без всего, на сегодняшний день зарплата варьируется в районе 30-35 тысяч. Но хотел бы обратить внимание, начинающий водитель, вот он отработал, получил права, отработал там один месяц, получил 30-35 тысяч. Но я специально сделал вот такую вот оговорку, если этот молодой человек, подберу такое слово, настырный, хочет там заработать, заработать больше, это хорошо и это приветствуется, то у нас есть определенные там возможности, когда, чтобы он там получил зарплату, условно, там это можно работать там в вечернее время, можно подработать там в субботние дни, подменить кого-нибудь. И если вот человек добросовестно то же самое выполняет свои обязанности, то даже не с учетом того, что он только вышел из учебного центра, то вот люди, которые у нас приходили, они тоже могут за месяц получить ту же самую зарплату в районе там до 60 тысяч рублей. То есть работа, она есть всегда, заняться есть всегда, чем поэтому, если у тебя есть огромное желание зарабатывать и обеспечивать себя и свою семью, всегда это все это найдется. Конечно, кто не хочет работать, кто там придумывает какие-то там причины, ну так, наверное, и на любой другой работе там ничего не заработаешь. Ну, на самом деле, это вот, вы правильно сказали, кто хочет работать, тот ищет способы заработать и зарабатывать. Ну, есть такая, да, пословица, было бы волей желания, всегда найдется предприятие у нас большое, водители, много маршрутов, много, поэтому выходи, приходи, зарабатывай, это только поощряется, поощряется и оплачивается в соответствии там закона. Вышел выходной день, то есть тебе двойная оплата. В выходной день двойная оплата? В выходной день, да, получается двойная оплата. То есть у вас вот в этом смысле все, в хорошем смысле слова, старые советские нормы ГЗОТа, они у вас все действуют? Ну, раньше ГЗОТ был, сейчас Трудовой кодекс. Трудовой кодекс-то? Ну, все нормы, которые там прописаны, работа сверхурочная, работа выходные дни, как положено, оплачиваются, праздничные дни, все это оплачивается в соответствии с законодательством, в соответствии с установленным нашим коллективным сроком, то есть зарплаты 9 числа, аванс 24, все тютелька в тютельку перечисляется на карточку. Кстати, я вот подумал, ну, понятно, сейчас еще вот только вот осень впереди, но тем не менее, а праздничные дни, вот, например, 1 января тоже считается праздничным? То есть, если 1 января ты вышел, тебе двойная оплата? Вы знаете, даже несмотря на то, что вот двойная оплата у нас на работе как-то принято так, я всегда там спрашиваю, потому что есть специальные водители, которые специально хотят выйти 1 января для того, чтобы прокатиться, поздравить граждан города Самара там с праздником. Таких вот проблем, что там кого-то силком из-под палки надо выгонять, такого нет. На самом деле. Тем более, вы знаете, что традиционно там и перед Новым годом, и после Нового года наши там сотрудники там в прошлом году переодевались в Дед Морозов, Снегурочку шили там в троллейбусах специальные какие-то такие зимние покрывалы, поэтому проблем никаких нет. То есть, если ты хочешь работать и зарабатывать, здесь на нашем предприятии всегда есть такая возможность. Вот тут важный момент, если нет профессии, где ее получить? И я сейчас предлагаю сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, он как раз касается вот этого вопроса и других, и затем продолжим нашу беседу, потому что там как раз ответы на многие вопросы, мы его получим. Давайте. К 1 сентября в Самаре отремонтировали учебный центр МПТТУ. Там проходит обучение, желающие стать водителями электрического транспорта. Для центра закупили мебель, новые компьютеры, оснащенные современными программами. Процесс обучения стал не только приятнее, но и эффективнее. Это было сделано в преддверии Нового учебного года для того, чтобы пригласить как можно больше людей, которые хотят получить профессию водителей трамвая и троллейбуса. Учеба проходит в максимально комфортных, современных, адаптированных ко всем требованиям условиях. При этом на период, пока идет вот это обучение, выплачиваются стипендии учащимся, то есть в этот момент им тоже оказывается за счет предприятия финансовая поддержка. Мы приглашали и вновь приглашаем всех желающих, кто хочет попробовать себя в профессии водителя. Приходите, от этого будет польза и транспортным предприятиям, и самому работнику, ну и всем жителям города, которым оказываются услуги по перевозке. Дмитрий Шевырев недавно сменил место жительства с Дальнего Востока, переехал в Самару, а заодно решил поменять профессию и, наконец, осуществить детскую мечту – стать водителем трамвая. Какая-то есть в этом своя романтика, что-то из детства, знаете, можно сказать, осуществляю детскую мечту. Привлекла стабильная, достойная заработная плата, плюс созданы все условия для обучения, современный учебный центр. Хочу сказать, что очень замечательное руководство, педагоги, инструкторы, которые всему научат, подскажут, помогут. Дмитрий уже изучил теорию, сдал экзамен в ГАИ, сейчас проходит практику. Его наставник – один из опытнейших сотрудников ТТУ Юрий Жуков. Юрий Александрович пришел на работу в трамвайно-троллейбусное управление в 1975 году слесарем. Дослужился до начальника Северного трамвайного депо, а когда вышел на пенсию, остался в родных стенах преподавать. Дело нелегкое, конечно, но учитывая свой опыт, сколько я проработал в трамвайно-троллейбусном управлении, я думаю, что мы справляемся. Приходят разные люди с разной степенью подготовки, но вкладываем усилия, начинаем с самых АЗОВ, даже со школьной программы приходится начинать. Трамвай – это электрический транспорт, тут требуются элементарные знания физики, скажем так, поэтому учим. Обучить нужно не только водительскому мастерству, но и правилам безопасности, дорожного движения, культуре обслуживания пассажиров и АЗАМ законодательства. Бывшие студенты Юрия Александровича остаются работать на предприятии и побеждают в конкурсах профмастерства. В учебном центре МПТТУ не только обучают профессии водителя троллейбуса и трамвая, здесь также проходят повышение классности, сертификации и аттестации действующей сотрудники предприятия. Для тех, кто решил трудоустроиться водителем, предусмотрено бесплатное обучение с выплатой стипендии в размере МРОД, им предоставляют комнату в общежитии, выплачивают подъемные 100 тысяч рублей. И если раньше по условиям контракта нужно было обязательно отработать три года на предприятии, то теперь этот срок сократили до 18 месяцев. При этом отпуск у водителей на неделю дольше стандартного – 35 дней. Недавно зарплата водителей была проиндексирована. Сейчас средняя заработная плата водителя трамваи составляет 57 тысяч рублей. Сумма варьируется в зависимости от надбавок за выслугу лет и категорийности водителя. Те, кто только получил профессию, зарабатывают порядка 30 тысяч. Сумму можно увеличить за счет графика. Делается все для того, чтобы пришедший на работу человек, он и удобство, и комфорт ощущал на своем рабочем месте, и чувствовал финансовую отдачу от этого. Совсем скоро в Самаре на линию выйдут 12 новых белорусских трамваев. Часть уже находится на территории депо. Остальные поступят в ближайшее время. Они оснащены кондиционерами как в кабине водителя, так и в салоне. Кроме того, в Самаре запустили программу восстановления старых трамваев. Речь идет о вагонах Татра Т-3, производства Чехословакии. Их возраст от 40 до 50 лет. У них снимается старый корпус, который сильно износился и морально устарел. Под этим вагоном есть тележка трамвайная. Это вот эта платформа с колесами, с осью, которая идет по рельсам. Она, в принципе, по своим физическим параметрам, габаритам, она может еще использоваться. Вот на эту тележку ставится целиком новый корпус. То есть фактически получается новый вагон. Вот все, с чем пассажиры взаимодействуют, это элементы низкого пола, сиденья, поручни, системы оповещения. То есть это все абсолютно новое. Причем сделано из материалов, которые отвечают тоже всем требованиям, в частности, безопасности, негорючести, комфортности и так далее. И вот этот новый вагон, он ставится на тележку. Первую партию из трех вагонов уже заказали, а не белорусского производства, и прибудут в Самару до конца марта 2024 года. Ремонт будет производиться на базе ТТУ. Вагоны установят на тележке, обкатают, а затем модернизированные трамваи выйдут на линию. Это, с одной стороны, выгодно, потому что это дешевле, чем покупать новые трамваи. Ну и с другой стороны, мы таким образом, может быть, там выйдем когда-то, у нас само ТТУ таким производством будет заниматься, чтобы мы не где-то на стороне это закупали, а сами своими силами могли такие операции производить. Проблема высокого износа общественного транспорта актуальна для всех регионов России. Об этом говорили на заседании президиума Госсовета. Его провел президент Владимир Путин. Заседание было посвящено развитию общественного транспорта. В его работе приняли участие руководители ряда регионов и муниципалитетов, в том числе глава Самары, председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области Елена Лапушкина. Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозятся более 10 миллиардов человек, 3 миллиарда на метро и около миллиарда на пригородном железнодорожном транспорте. В последние десятилетия мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей и популярность общественного транспорта, в основном в крупных городах, заметно снижалась. Но эта тенденция сейчас постепенно меняется. Все больше людей предпочитают именно общественный транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный. Активное участие в подготовке президиума Госсовета принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он выступил на семинаре совещаний, которое состоялось в Москве. Как подчеркнул губернатор, тема заседания президиума Госсовета очень актуальна. Она соответствует запросу жителей всех регионов страны. Вопросы общественных перевозок выходят на первые позиции, что подтверждается социологическими опросами, которые проходят в регионах. В ближайшие годы, основываясь на запросе граждан, необходимо акцентировать внимание на развитии инфраструктуры общественного транспорта. Как перспективный в городах рассматривается электрический и рельсовый транспорт. Однако процесс износа этой инфраструктуры по регионам довольно высок. Согласно анализу, он составляет в среднем по России от 60 до 80%. Обновлению инфраструктуры общественного транспорта может способствовать программа «Мобильный город», которая позволяет привлекать частные инвестиции. В этом году, благодаря поддержке правительства Российской Федерации, специальному казначейскому кредиту Самарская область приобретает 309 новых автобусов, еще 108 автобусов, а также 12 трамваев, благодаря федеральному гранту за эффективное региональное управление. В Самаре комплексное обновление электрического транспорта требует инвестиций на сумму более 18 миллиардов рублей, при том, что 70% средств нужно потратить не на обновление самого транспорта, а на обновление инфраструктуры. Инициативы будут учтены на заседании Государственного совета Российской Федерации под председательством президента Владимира Путина. Михаил Александрович, мы посмотрели большой подробный сюжет о системе обучения, подготовки кадров для предприятия. Если человек хочет получить эту профессию, сколько времени ему придется учиться? Что такое вообще это обучение? – Ян, ну, обучаться, конечно, на сегодняшний момент срок достаточно длительный, с учетом того скоротечности нашего сегодняшней жизни. На трамвае срок обучения составляет 5,5 месяцев, на троллейбус составляет 5. Но в качестве такого вот контрдовода хотел сказать, что вот у нас в сентябре, 6 сентября в Казани будет проводиться семинар нашей вот ассоциации, куда входим и мы, ассоциация городского электротранспорта, на котором будет подниматься вопрос о сокращении этих сроков. Потому что эти все нормы были еще написаны в советские времена, были там определенные моменты для водителя. Сейчас это уже необходимо, потому что есть сотовый телефон, есть система там связи, когда можно вызвать аварийную бригаду. Не требуется на линии убирать какие-то поломки, можно позвонить, приедет аварийная бригада, поэтому встает вопрос о сокращении этих сроков обучения, и к 2024 году планируется их там сократить. Я тоже за это выступаю, потому что 5 месяцев очень долго. Но факт остается фактом, на сегодняшний момент до июля это так, поэтому вот к этому надо принять. Но жизнь она быстрая, и 5 месяцев, года-то быстро летят, поэтому 5 месяцев пролетит быстро, и через 5 месяцев человек уже получит удостоверение водителя, придет на работу и будет заниматься. Более того, в качестве какой-то такой рекламы, вот мы с вами видели сюжет, видели учебный центр, в этом году был произведен полностью ремонт, все там с иголочки здесь сделано, новый ремонт, новая мебель, новые компьютеры, поэтому я думаю, что в таких условиях там будет приятно учиться, и 5 и 5,5 месяцев пролетит достаточно незаметно и быстро. Более того, коллектив, который там подобран, опытный, они все наши бывшие там работники, люди достаточно доброжелательные, скромные, поэтому нет там каких-то там условий, поэтому вот приходи и учись. Поэтому, более того, хотел бы такое, мы с вами вот обсуждали, образование, оно нужно, и время меняется, неважно, там останетесь вы у нас на предприятии, или не останетесь, корка или там водительское удостоверение, ну так уж я это, останется у вас на всю жизнь, и неважно, как сложится жизнь с этим водительским удостоверением, всегда можно прийти, неважно, там в Самаре, в Саратове, или там в Москве, всегда можно прийти, устроиться на предприятие гороэлектротранспорта и работать, потому что в настоящее время предприятия-то только развиваются, каких-то там речи о том, что что-то там сокращать, убирать, нету, поэтому вот, ну, профессию, ну, нужно получать, поэтому я думаю, что это... Это однозначно профессии с будущим, куча есть различной информации о том, что идет развитие общественного транспорта, что будут закрываться, условно, там центры городов, куда они будут пускать личный транспорт только на общественный, поэтому всегда есть возможность заработать эти деньги, даже если там вот не сложится сейчас, ну, мы никто не знаем, что будет через 10, через 15 лет. Ну, а потом это же экологически чистый транспорт, и поэтому, естественно, ему будут предпочтения отдавать все больше и больше, потому что, ну, вот в городе действительно, в центре города действительно желательно, чтобы ездил вот такой транспорт. Ну, вы же видите сейчас, я и до этого говорил, вот сейчас вот мы получили новые 12 трамваев, в следующем году еще вот три придут белорусских, в этом году уже объявлены торги на ремонт трамвайной линии по улице Новосадовой на одном участке в следующем году. То есть мы потихоньку возвращаемся и, значит, производим вот это вот все улучшение, вся эта инфраструктура. Понятно, что, может быть, это какие-то маленькие шажки, но нельзя сразу все это объять, они необъятные. Поэтому я думаю, что в ближайшее время не только наш учебный центр будет в таком превосходном состоянии, но и другая инфраструктура, и трамвайные, и троллейбусные. Ну, и самое главное, здесь понятно и четко просчитывается перспектива. То есть это надежно, это вот, ну, гарантированно. В наше сложное и странное время это чрезвычайно важно, на мой взгляд. Это вот чрезвычайно важно. Ну, понимаете, вся система горэлектротранспорта еще в советских времен и в настоящее время, она вот прослеживается на всем протяжении пути. От того момента, когда человек, раньше там, да, были там техникумы, сейчас вот мы его называем там учебный класс, он получил профессию водителя, отработал определенное время, и уже когда выходит момент, надо выходить на пенсию. И сейчас, в настоящее время, с учетом того, что был повышен вот этот вот возрастной ценз ухода пенсии, для тех людей, которые там проработали на нашем предприятии, проработали водителем, для них установлен льготный режим ухода там на пенсию. А вот об этом поподробнее. Что значит льготный режим ухода на пенсию? Кстати, вот это очень интересно. Вообще о льготах какие льготы? Ну, вот льготная пенсия, это, наверное, на мой взгляд, такой самый фундаментальный вопрос. Ну, настоящий момент, тот человек, если мы берем учетом того, что в трамвайно-троллейбусном управлении традиционно, да, по половому признаку в основном были водители и женщины, то для водителя, на сегодняшний момент, если она отработала беспрерывно стажем водителя в течение 15 лет, то в 50 лет у нее получается право на льготную пенсию. То есть в 50 лет можно это все получить. Уж если там каким-то образом надоело эта работа, есть какие-то другие взгляды, уже можно уходить в другое место, заниматься своими личными. В 50 лет уже пенсию начнешь получать? Да, и в 50 лет у тебя уже точно гарантированный заработок, который никогда никто не отнимет. Это с учетом декрета вы имеете в виду? То есть когда она уходит в декрет, он же тоже, по-моему, защитывает? Он тоже защитывает. То есть это вот с учетом того, что женщина уходит в декрет, и она может в 50 лет... Так, хорошо, а мужчина? Ну, для мужчины чуть побольше, ну, ненамного. Мужчина это 55 лет, но при учете его беспрерывно водительского стажа 20 лет. То есть 20 лет ты отработал, и в 55 лет ты можешь уйти на пенсию. Да, в 55. Хочешь оставаться, оставайся. Не хочешь... Ну, понятно, и пенсия, и зарплата. Ушел, можешь там работать, можешь не работать, можешь работать, но ты уже точно знаешь, что у тебя уже пенсия есть, и эти деньги там уже никто никогда у тебя не отнимет. Я просто вот представил, то есть теоретически человек может условно в 34 года прийти в учебный центр, это вот не поздно, за полгода получить профессию, в 35 лет начать работать, 20 лет отработать, и в 55 лет начать получать пенсию, и дальше уже принимать решение, может он работать дальше здесь у вас, либо где угодно, либо уже жить как пенсионер. Слушайте, ну это... Да, более-более того... Об этом ведь на самом деле мало кто знает. Или, может быть, не очень думают? Будем считать, что мало кто знает про эту информацию, поэтому вот мы с вами здесь, в этой студии, постараемся донести эту информацию. Более того, вот вы сказали, там в 34 года он может прийти, действительно, значит, никаким образом не ограничивает российское законодательство, в какое время ты можешь получить право. Да, есть наименьшее, Сташ, то есть до 21 года ты не можешь получить профессию, вернее, не можешь получить права категории, там, трамвай, троллейбус, но после 21 года, и так получается, что не установлена какая-то максимальная планка, ну, понятно, что... Ну, медкомиссию пройди. Надо пройти, да, медкомиссию, если тебя медврач там допускает, то, пожалуйста, обращаешься опять в учебный центр, обучаешься, получаешь права, получаешь профессию, и вперед иди работай. Ян, вы знаете, я просто... Вот я прошу прощения, прерываю вас, вот мне подсказывают времени так много, а вот важный вопрос, вот для того, чтобы начать получить максимальную заработную плату, нужно иметь классность, ну, потому что, вот вы как раз говорили, человек после учебного центра вышел, понятно, что у него на начальном этапе зарплата, ну, пониже, чем вот. За какое время эту классность-то можно сделать? Опять же, если ты трудолюбивый, целеустремленный и хочешь работать и зарабатывать. Ян, вы знаете, вообще в законодательстве прописано, что через два года ты можешь претендовать на следующую классность, но в законодательстве никаким образом не указано, что, не сказано, что есть какие-то льготы, поэтому у нас, помимо, есть профессиональные, значит, конкурсы, начиная от всероссийских и кончая наших внутренних. Если ты на нем занимаешь призовые места, то ты можешь эту фактическую классность улучшить и за год. Автоматом? Автоматом, да. Да. Пришел, занял там третье место, тебе там сразу дают... В классном конкурсе, да? Ну, нет, это как бы наш городской считается. А уже после, там система такая, что после городского, если ты там занял первое-второе место, то ты можешь претендовать на российский. Во-вторых, у нас есть инструктора, у нас есть наставники, которые смотрят, если ты нормально работаешь, добросовестно, там, соблюдаешь правила дорожного движения, нет у тебя каких-то там инцидентов, то он вправе написать докладную записку о том, что вот просим рассмотреть, просим примировать, просим, значит, перевести его на более другое, на другой стаж, на другую квалификацию, то есть и второго класса, и первого. И поэтому, соответственно, чем лучше ты работаешь, что тем быстрее ты двигаешься по карьерной лестнице, ну и, соответственно, больше заработной платы. Время программы подошло к концу, но, собственно говоря, самое главное мы рассказали, но я уверен, что мы увидимся вновь, потому что, на самом деле, тема перевозок и тема электротранспорта для нас актуальна всегда. Актуальна, спасибо. В нашей студии был Михаил Ефремов, директор муниципального предприятия городского округа Самара, трамвайно-троллейбусное управление. Всего вам доброго, до свидания. До свидания.